МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учено, что уже к концу марта снега в море почти не останется. В ближайшие дни погодой будет управлять антициклон. На следующей неделе ожидается в основном переменная облачность без осадков. Активное таяние снега и суточные перепады температур заставят нас быть внимательнее и аккуратнее. Коварный гололед может сыграть злую шутку. Медики констатируют, что в эти дни количество пациентов с растяжениями, переломами и ушибами возрастает в разы. Если вы вдруг растянулись на льду посреди улицы, в каких случаях можно отряхнуться и идти дальше? А когда срочно вызывать врачей? Только вот такой неуверенной и неуклюжей походкой в эти весенние дни приходится передвигаться по Эшкарале горожанам. Особенно большая проблема во дворах жилых домов и возле магазинов. Поскользнулся. Упал. Упал. Закрытый перелом. Почитал сознание, шнулся. Кирипс. Жизнь, увы, неизвестная комедия любимого режиссера Леонида Гайдая. И после неудачных падений человеку, как правило, предстоит долгое лечение и восстановление. Казалось бы, пришла весна, и можно надолго забыть о зимних сюрпризах погоды и связанных с ними неудобствами. Но, похоже, раньше природы забыли о ее причудах лишь коммунальщики Ишкаралы. Причем странно, но ситуация повторяется из сезона в сезон. Записанное в середине ноября прошлого года интервью с первым заместителем мэра города Владимиром Галушкиным буквально дословно актуально и сегодня. Правда, тогда мы встречались после ледяного дождя, внезапно обрушившегося на наш город. А сегодня просто пришла весна. В срок и по плану. Однако ситуация с гололедом аналогичная. Врасплох были застегнуты сами управляющие компании. То есть они чего-то ждали, что это, наверное, растает, как по весне, и все сойдет. На самом деле произошло обратное, значит, талый снег, шуга, она превратилась в горы льда. Во дворах образовались непролазные, даже не проехать, не пройти. За прошедшую неделю обратилось в травмпунк более 200 человек. Вот и теперь, когда ничего неожиданного на улице не произошло, когда всего лишь точно по календарю пришла весна, люди снова падают и обращаются за помощью к медикам. В поликлинике номер 5 из Шкаралы, которую в народе по-прежнему называют травмпунктом, подтверждают, в эти дни увеличилось число людей, пострадавших от падений в результате гололеда. Мы являемся учреждением, которое очень чутко реагирует по объему посещения на любые изменения погоды, неважно, лето, зима. Вот сейчас немножко приморозило, пошел гололед, и обращения увеличились, причем достаточно сильно. Вообще всего за 2017 год к нам обратилось 254 человека именно по причине гололеда. Из 254 человек всего 22 ребенка к нам обратились, 81 перелом. Человек, обратившийся за помощью именно по причине гололеда, обязательно акцентирует на этом внимание. Взять справку в травмпункте, где зафиксированы время и место падения человека, совершенно правильное решение, считают в прокуратуре города. Документ обязательно понадобится пострадавшему для взыскания ущерба с виновной организацией, плохо содержащей свою территорию. Для начала необходимо зафиксировать место вашего падения. Сначала заручитесь поддержкой хотя бы минимум двух свидетелей, произошедшего, возьмите их номера телефона, фамилии, имя, отчество. Также желательно зафиксировать место вашего падения на фотоаппарат, либо на телефон. В последующем, если вы можете самостоятельно добраться до медицинского учреждения, можете обратиться либо в поликлинику, либо в травмпункт. Если нет, то вызывайте скорую. Во время лечения сохраните все необходимые документы, подтверждающие факты понесения ваших расходов в связи с лечением. Вам необходимо направить в адрес организации, обслуживая данный участок территории, письменную претензию, в которой указать все обстоятельства произошедшего, а также требования о возмещении в досудебном порядке понесенных вами затрат. В случае неполучения ответа вы вправе обратиться в суд. В прокуратуре констатируют, что горожане, получившие в результате гололеда травмы, увы, крайне редко обращаются с жалобами в прокуратуру или суд. Вот и наша собеседница, Нурия Демухаметова, призналась, что часто ведет переписку с разными службами по поводу тех или иных проблем горожан и своих собственных. Но дальше письменных дискуссий дело не доходит. Даже после недавнего перелома ключицы возле дома номер 41 на улице Панфиловой, Женщина предпочла просто пролечиться за свой счет, хотя в гипсе пенсионерке даже приходилось выходить на подработку. Шла, там разговаривала с одной, и что-то поторопилась ее догонять, да, и упала. Оказалось перелом.